Трехполье или трехполка – система осевооборота с чередованием, например, пара озимых и яровых культур, применялась в крестьянских хозяйствах России и других стран с древнейших времен. На смену паровому трехполью пришло многополье, как более эффективная форма рациональной организации землепользования. Система трехполье получила свое распространение в эпоху королингов. Система трехполье делала землю более плодородной и повышала урожайность. Система трехполье пришла на смену двуполью, так как трехполье более экономически выгодно. В России времен феодализма применялся, как правило, трехпольный севооборот с чередованием культур пара зимы и яровые. Трехполье носило ярко выраженное зерновое направление, с абсолютным доминированием хлебных и крупяных культур. Оно обязательно сочеталось с животноводством, кормовой базой для которого служили естественные луга и гуменные корма. Почвенное плодородие восстанавливалось в паровом поле, куда вносили навоз и несколько раз за лето обрабатывали для уничтожения сорняков и накопления влаги. Осенью в пару высеивали азимы и после них яровые, использовавшие послед действия навозного удобрения. По мере распашки лугов пар, зараставший сорняками, в первую половину лета использовался как пастбище. Обработку его откладывали на вторую половину лета. В этих условиях трехполье не могло обеспечить устойчивый урожай. Посев азимых после яровых культур в большинстве стран Европы был редкостью, поскольку календарные сроки посева первых и уборки вторых в Европе совпадают. А в северных районах азимы и сеют еще раньше, с развитием капиталистических отношений в сельском хозяйстве трехполье постепенно заменялась пара пропашными и плодосменными севооборотами. В России многопольные севообороты стали появляться только к началу 20 века, хотя замена паров высевом трав широко применялась уже в последние четверти 19 века.